мы продолжаем обзор на этой неделе это будет последний обзор проекта типе сети и соответственно что мы имеем да мы рассмотрели команду проекта в прошлом видео сейчас какие имеются проблемы до у современном блокчейне соответственно первая проблема это то что ребята сделали сайта в виде картинки его невозможно перевести на русский язык и прочитать что тут написано но что-то по ну то есть те кто непосредственно заинтересовался данным проектом до хочет какие-то инвестиции сделать что в принципе лучше не делать да с криптовалютой тот найдет способ прочитать да ну первая проблема это нестабильность до соответственно непостоянное значение стоимости валюта вторая проблема практичность да то есть сама криптовалюта мало где используется второе это централизованная система до централизованная финансовая система что также является проблемой как решается вопрос с стабильностью нестабильность уточнить токен tpcp будет обеспечивать стабильность из принятого значения и соответственно ядро значения будет как метод обмена использоваться я сам не понимаю что тут написано дальше практичность будет решаться при помощи ну по из да это четыре с половиной тысячи во всем мире корпораций и 25 миллионов и соответственно партнеров и двухпроцентный опыт любой где бы вы хотите были непонятно ни хрена и так решение 3 по централизованным системам ну соответственно блокчейн технология будет решать все эти вопросы на включая безопасность проекта дальше tpcp мощная сеть до что подразумевает под собой это соответственно ну по и валит это группа реприложения до благодаря которому вы уже сможете использовать данный токен для любых ваших целей будь то тактик кофе шоппинг прокат снаряжение там ужин покупки в магазинах неважно на то есть благодаря приложению но пэй валит соответственно можно будет оплачивать в любом месте любые покупки в любой валюте любой страны соответственно будет проект происходить мгновенная конвертация токи на типе сети и соответственно данная проблема будет решена для того чтобы более понять проект рекомендую ознакомиться с white paper white paper мы с вами рассмотрим уже на следующей неделе в четвертом обзоре данного проекта